В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. Здравствуйте. В Караганде проходят проверки автопарков. Торжества по случаю 25-летия вывода советских войск из Афганистана. Бауржан Абдишев конкретизировал задачи, поставленные на текущий год перед областью. На совещании были определены приоритеты развития области. Приятная ламбинация транспорт-энергетика. Вот тот план, который мы для себя начали реализовывать во всем их направлениям сегодня. Такого рода, я буду продолжать. Большой блоком, который называется развитие области и бизнес-станции. И в первую очередь для себя, надо поставить планы, с учетом этих задач. Именно главный инструмент, в связи с социальными социальными организациями, в основном, Особое внимание, согласно поручению главы государства, Бауржан Абдишев уделил вопросу ценообразования. В стране произошла корректировка обменного курса тенге, что должно обеспечить рост экономики на 6%, а это основной показатель для всех поставленных целей и задач. Необходимо строго следить за спекуляцией и наказывать в случае выявления таких негативных явлений. Необходимо добиться стабильности цен на основные виды продовольственных и социально значимых товаров, горюче-смазочных материалов, лекарственных средств, а также не допустить дефицита продукции и необоснованного роста тарифов на услуги монополистов. Руководитель Департамента статистики сообщила, что за неделю рост цен зафиксирован по 14 наименованиям из 33. Но за последние двое суток наблюдается снижение цен в различных торговых точках на лук, картофель, морковь, свеклу. Растут цены в основном на ввозимые в область товары. Не изменили цены за неделю по 15 наименованиям. Это на хлеб, мясную продукцию, молоко, смекан, отборок, масло, сливочное, макарин, соль. По некоторым зафиксировано даже снижение. Аким области еще раз напомнил о необходимости ежедневного мониторинга цен и своевременного реагирования на факты необоснованного повышения. К нарушителям будут применяться штрафные санкции. Аким области отметил, что отдельные регионы ослабили работу по поиску и инициированию инвестиционных проектов, отвечающих целям дифферсификации экономики и новой индустриализации. Этот аспект надо взять под особый контроль. Кроме того, необходимо активизировать работу по простаивающим предприятиям, индустриальным зонам, инвестиционной деятельности, повышению качества инициируемых объектов в части их технологичности и условия передела энергоэффективности. Руководитель управления сельского хозяйства области Вауржан Асанов подчеркнул, что благодаря государственной поддержке развития животноводства в регионе выросло поголовье всех видов скота, увеличилось количество животноводческой продукции. В 2013 году на повышение продуктивности и качества животноводческой продукции из республиканского бюджета выделено 2,9 млрд тенге, что на 701 млн тенге больше, чем в 2012 году. Просубсидированы по этой программе 1195 сельского производителя области. Кроме этого, в 2013 году из республиканского бюджета на поддержку племенного животноводства выделено 1,2 млрд тенге, что больше на 471 млн тенге, чем в 2012 году. По итогам выступления Акимовласти дал поручение активизировать работу по приобретению племенного скота. Для увеличения кормовой базы необходимо увеличить посев зернофуражных культур, многолетних и однолетних трав. В Парке Победы провели митинг, посвященный 25-летию вывода советских войск из Афганистана. Около 500 жителей нашего города почтили память не вернувшихся домой солдат. Подробности в следующем репортаже. Большое количество людей пришли в Парк Победы, чтобы возложить цветы к памятнику воинам афганцев. Здесь на постаменте высочены фамилии 86 воинов, которые служили и погибли в Афганистане. Своим присутствием карагандинцы показали, что подвиг героев забыть нельзя. Горожане пришли, государственная власть здесь присутствует. И все это присутствием своим показываем дань уважения памяти павших на той войне. И естественно, это почести тем, кто вернулся с этой войны и сегодня находится в нашем обществе под общепринятым названием афганцы. В день памяти, в день скорби люди возлагают цветы. Именно в этот день, но 25 лет назад, закончилась война в Афганистане. Перестала проливаться кровь и перестали погибать наши солдаты. Я поздравляю народ Казахстана, горожан наших, я поздравляю наших воинов, которые вернулись с той войны, и всех наших родственников, которые дождались своих сыновей с этим праздничным днем. Николай Кровец, Габиден Куружбеков, Бахтяр Успанов, Первый Карагандинский. В честь дня вывода советских войск из Афганистана, сегодня во Дворце культуры Горняков прошло торжественное награждение ветеранов-афганцев. Амина Смакова продолжит. В зале Дворца культуры Горняков людно. Сегодня сюда пришли все те, кто прошел тот нелегкий путь в Афгане. Почетные ветераны-афганцы, молодое поколение военнослужащих и семьи тех солдат, кто так и не вернулся. Сегодня бывшие солдаты поздравляли друг друга, им вручали грамоты и цветы. Каждый пришедший не скрывал волнения в голосе. Они воевали, именно, я вот не скажу, я сам в этом участвовал, но, знаете, тяжело, когда водитель колесной машины, БМП, танка, он едет, напряжение, когда же подрывается под ним мина. Кроме цветов и почетных грамот ветеранам-афганцам была представлена интересная концертная программа. Амина Смакова, Олжас Габаса, Бахтер Успанов, 1-й Карагандинск. Среди преподавателей Карагандинской высшей школы Министерства внутренних дел есть ветераны афганской войны. На днях с 25-й годовщиной вывода советских войск из Афганистана их поздравили учащиеся учебного заведения. В Карагандинской высшей школе Министерства внутренних дел страны на протяжении многих лет работают ветераны афганской войны. Они передают свои знания и умения подрастающему поколению. В честь праздника воинов-интернационалистов здесь устроили праздничный концерт. В данный момент в Академии работают начальником кафедры Жалмаханов, Жалмаханов работает, Кабдуев работает, начальник института позывовского образования и несколько ветеранов, которые ушли на пенсию. Поэтому я думаю, что то мероприятие, которое посвящено нашим воинам-интернационалистам, даст толчок нашим будущим стражам правопорядка, такую же долг, честь, героизм, который наши выдержали в афганской войне. Главная задача военной академии – это подготовка высококвалифицированных специалистов. Ребята учат защищать права и законные интересы наших граждан. Курсанты выбрали нелегкую профессию. Ведь будущий сотрудник полиции всегда должен быть предан своей службе. Вот такие качества передают своим воспитанникам участники афганской войны. С праздником ветеранов поздравили и творческие коллективы нашего города. Ах, неспроста, так румыно сияет звезда, Над далекой чужой станом, над моей, твоей судьбой. У Шапогата Жалмаханова много наград. Большинство из которых за участие в войне. В заставе Афганистана этот мужчина был машинистом. Сегодня он рад, что еще одна награда появилась у него на груди. Я очень рад, что в честь 25-летия вывода советских войск из Афганистана я получил еще одну медаль. До этого мне уже вручали награды за мужество, отвагу и героизм. К сожалению, уже не вернешь тех людей, кто погиб в Афганистане. Но память о них навсегда осталась в сердца родных и друзей. Николай Кровец, Ажас Габасов, Бахтиар Успанов, 1-й Карагандинский. Ажас Габасов, Бахтиар Успанов, 1-й Карагандинский. Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Продолжаем выпуск. Качество обслуживания пассажиров на общественном транспорте вызывает нарекания не только у карагандинцев. С этой проблемой решили принципиально бороться и в городском Акимате. Только за прошлую неделю были проведены проверки в четырех автопарках города. Пятым стало товарищество с ограниченной ответственностью «Автопарк Арман». Наш корреспондент Сергей Высокосов работал вместе с проверяющими. Около 200 замечаний было направлено в адрес администрации проверенных автопарков. Определены сроки их устранения. В этот раз вниманию городских властей удостоился «Автопарк Арман». Представители отдела ЖКХ, транспортной инспекции и дорожной полиции проверяли подвижной состав и его техническое состояние. Сама база нарекания не вызвала. Боксы теплые и чистые. Транспорт весь ночует в базе, в теплых боксах. Поэтому как бы не испытываем особых проблем. Работа на базе ведется по строгому, выверенному временем графику. Вечерняя мойка транспорта, сдача выручки и документации диспетчерам. Утром ежедневный осмотр машин и медицинское освидетельствование водителей. Согласно меморандуму, который подписали все пассажироперевозчики Караганды и Акимат города, в Армане производится закупка новых автобусов и GPS-навигаторов. Будем под контролем держать все автобусы, которые будут находиться у нас в работе на линии. Значит, с наступлением теплого периода времени планируем провести модернизацию территории. ТО «Автопарк Арман» 18-й год занимается пассажироперевозками и старается уделять внимание качеству перевозки пассажиров. Реагируем на каждую жалобу, разбираемся с каждым конкретным случаем отдельно. Водители и кондуктора, которые допускают подобные случаи, жалобы, с ними проводится определенная воспитательная, разъяснительная работа, наказываются. К тем временем проверяющие довольно дотошно осматривали подвижной состав. Мимо инспекции не проходит ни одно мельчайшее нарушение. Замечание. Маршрут номер 7, в основном 235 машины. Отсутствует молоточек. Вроде бы мелочь, но из таких мелочей и складывается отношение к качеству обслуживания. Пока нет единой формы. Тоже не самое главное вроде бы в пассажироперевозках, но это лицо автохозяйства. Так выстраивается доверительное отношение клиентов к фирме. Так как пассажир приносит доход фирме, то он должен быть всегда прав. Это аксиома бизнеса. Но у нас все еще надо проверять. Выезжаем на все базы автопредприятий, проверяем само наличие, как хранится в боксах, техника. Также визуальный осмотр проводится, внутри салона осмотр, наличие информационного табло, трафаретов и все, что должно быть в соответствии с правилами перевозок. Проверки проводятся по каждому автобусу детально. Составляется акт. И данный акт направляется перевозчику. Дается определенное время для устранения нарушений. И дорожные полицейские, и представители транспортной инспекции увидят все огрехи. От средств пожаротушения до необходимых информационных табличек. Вчера участвовали по проверке рейс. Там есть замечания. Здесь ситуация в Армании. Пока на первый взгляд получше. Законом Республики Казахстан четко определены требования к пассажироперевозчикам. Основные из них – это квалифицированный состав сотрудников, современная техническая база, санитарное состояние подвижного состава. Это основа, из которой складывается понятие качественного обслуживания пассажиров. Сегодня оно должно стать на первое место. Сергей Высокосов, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. Аким города Мирам Смогулов отчитался перед населением. Глава города подвел итоги прошедшего года и наметил планы на этот год по многим направлениям. На этой встрече горожане смогли задать интересующие их вопросы. Подробности у нашего корреспондента. Аким города на встрече затронул такие темы, как образование, занятость и социальная защита населения, здравоохранение и многое другое за прошедший 2013 год. Уходящий год характеризовался активной создательной работой, что позволило сохранить экономический рост нашего города. Отмечается увеличение численности населения на 5 тысяч человек и среднемесячная заработная плата на 5,7%. Увеличены на 11% собственные доходы бюджета города, которые в первую очередь были направлены на модернизацию социальной сферы и на решение задач всестороннего развития города. Работоспособность чиновников в прошлом году дала свои планы. В 2013 году в рамках реализации государственных программ обеспечено жильем более 500 нуждающихся. В течение встречи вы можете передавать записки с вопросами в секретариат через наши сотрудники. Желающих высказаться было много. Еще до того, как глава города только начал зачитывать отчет, у микрофона образовалась целая очередь жаждущих высказаться на болевшим и задать соответствующие вопросы. На этот вопрос Акимам был дан конкретный ответ. В этом году из числа очередников, таких как вы, получат 140 квартир. Остальные, если вы хотите, мы механизм рассказали. Участвуйте в программе Казахстанской ипотечной корпорации или же в программе Жилстроисбережения. Поток людей не заканчивался. Общественник Дмитрий Бойко больше всех простоял у микрофона со своими вопросами и претензиями. Кстати, им были сделаны деловые предложения. Болевых проблем в городе очень много. То, что достигнет, пусть станет предметом истории, а то, что не решено, должно стать основанием для будущей работы. Проблемы. Первый. После черного вторника жизнь пенсионеров, бюджетников, студентов значительно ухудшилась. И все эти байки наших младотюрков, которые, по сути дела, довели до такого состояния, я имею в виду финансовый блок правительства имбессойло уйти в отставку, что все мы удержим цены на том уровне, мы прекрасно понимаем. Месяц полтора удержим, а потом все пойдет и шло. Я предлагаю. Первый. В два-три раза увеличить количество социальных павильонов в городе, заключив прямые договоры с крупным фермерным хозяйством, чтобы облегчить жизнь малоимущих людей. Второй. Обратиться совместно с масхатами обеих уровней города и области, Акимата, правительства, республики с тем, что было принято постановление о дополнительных мерах по социальной поддержке пенсионеров, инвалидов, бюджетников и студентов. На этот вопрос Аким дал ответ, который, несомненно, вызвал у многих одобрение. С 1 апреля увеличить пенсию до 14%, плюс пенсионерам увеличить стипендию на 10%, социальный блок увеличить на 12%, все это как раз таки было сказано. Жилищные, социальные проблемы, их и многие другие темы затронул глава города. Более подробную информацию отчета карагандинцы могут прочитать на информационном портале аппарата Акима города. Амина Смакова, Габьин Гружбеков, Бахтер Успанов, Первый Карагандинский. В минувшие выходные прошла очередная сельскохозяйственная ярмарка, где, как всегда, продукты первой необходимости продавались по ценам ниже рыночных. Наша съемочная группа побывала в торговых точках по улице Нуркена-Абдирова, Пришахтинске и Стартировке. Все подробности далее. Подобная ярмарка проводится каждую субботу, и на этой неделе покупателей было очень много. Карагандинцам свою продукцию представляли товаропроизводители из девяти районов Карагандинской области. Здесь местные жители могли купить продукты первой необходимости по низким ценам. За ходом проведения ярмарки следили и местные власти. Еженедельно, каждую субботу мы проводим сельскохозяйственные ярмарки в городе Караганде. Ярмарки проводим на пяти точках города. Мы сейчас находимся на одной из точек, это возле магазина «Юбилейный». Вы сами видите, что в продаже имеется весь ассортимент сельхозпродукций, производимых в нашей области. На данной ярмарке мясо конины продавалось по тысяче, а мясо говядины – по 800 сеньки за килограмм. Здесь также реализовывались молочная продукция, яйца, рыба, макароны, овощи, фрукты и многое другое. Горожане благодарны местным властям за то, что они уделяют внимание простым жителям города. Мне очень нравится, я хожу каждую субботу. Я благодарна руководству Акимату области за то, что организовывают эти ярмарки. Я хочу, чтобы они продолжались долго-долго. Людей очень много, все довольны, все рады. Большое спасибо. Доступные цены на ярмарки радуют особенно пенсионеров. Каждую субботу они приходят на рынок и по очень удобным для них ценам покупают все необходимое. О том, что здесь ярмарка, я не знал. Мне сказали, приходилось, нога купила, жена купила. Здесь на 20% ниже, здесь нет посредников. И мы очень довольны, живем рядом, не надо действительно никуда не ездить. И очень благодарны, что так сделали ярмарку такую. Отрадно, что данная ярмарка удобна как для горожан, так и для предпринимателей. Здесь нет посредников. Покупатель и продавец сами договариваются о цене. Все это оказывает большую поддержку семейному бюджету. Бульнур Жакен, Габиден Курушпеков, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. И еще об одном. В день всех влюбленных ресторан «Олимпия» устроил свидание вслепую. Совершенно незнакомые друг другу люди за три минуты рассказывали всю свою жизнь. Танцы, конкурсы и романтическая обстановка сопутствовали гостям на протяжении всего вечера. Подробности у Амины Смаковой. Валентиночное мероприятие ресторан «Олимпия» проводит не первый раз. Вся суть праздничной программы состоит в том, что представители сильной и слабой половины должны познакомиться с друг другом в кратчайшие сроки. Каждый участник подходит к другому и начинает рассказывать свою биографию. И так по очереди. Времени на все про все три минуты. С одной стороны немного, но не так уж и мало. За это время они могут рассказать о себе самую нужную информацию. Что-то там, копии, музыкальные предпочтения, предпочтения в неделю. А может быть и что-то поинтимнее. Времени ведь не так много. Опытные ведущие не первый раз проводят подобные мероприятия. Иногда из этих маленьких свиданий вслепую получается нечто большее. Одной мимолетной встречей люди не ограничиваются. Гости обмениваются не только информацией о себе, но и контактами. И бывает, что симпатия, прям вот видно, что люди нравятся друг другу. Каждый из гостей вечера пришел на этот праздник не просто так. Пришли и не прогадали. Я надеюсь, познакомимся с девушкой. Наконец-то. Думаю, точно. Веселье. Приятная обстановка, интересный антураж, вина, закуски сделали свое дело. Гости вечера танцевали, участвовали в конкурсах и наслаждались концертной программой. Певцы и танцоры не переставали удивлять участникам Дня Святого Валентина до самого окончания мероприятия. А приглашенный белоснежный купидон заставлял людей весь вечер флиртовать, знакомиться и весело проводить время с друг другом. Я приношу людям любовь. Я нахожу их пару, чтобы они всегда были счастливы. В следующем году ресторана Олимпии обещает провести 14 февраля еще лучше, чем в этом. Кстати, это касается не только Дня всех влюбленных, но и всех остальных календарных дней. Амина Смака, Олжас Габасов, Батья Распанов, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы это Allugal. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните к нам по телефону 420649. Спасибо за внимание. Аман Сау Болгсдар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова